Первые И-классы, трехсменное обучение, это пример плохого планирования и несвоевременной реакции государства. Хотя вроде несложно было догадаться, что рекорды рождаемости неизбежно превратятся в рекордное же количество первоклашек. Стоит признать, что в последние годы школьным вопросом занимаются активно. Помимо традиционных бюджетных средств по поручению президента, на это направляют и деньги, изъятые у коррупционеров. Причем задача, которую сейчас решают чиновники, не только в количестве, но и в качестве учебных заведений. Наверненько вы слышали о проекте «Комфортная школа». Мария Горбунова отправилась на экскурсию по одной из таких. Село Толобкерок Молинской области. Яркое трехэтажное здание заметно выделяется среди частных домов. Это новая комфортная школа. Как она устроена и насколько готова к учебному году, проверила наша съемочная группа. Сразу видим турникеты у вас. Они привязаны на 1С-бухгалтерию. Это учителя заходят, здесь уже будет видно рабочие часы. То есть во сколько пришел, во сколько ушел? Да, да. А у каждого ребенка будут браслеты. Такой персональный пропуск в первую очередь нужен для безопасности самих школьников. Чтобы никто из чужих на территорию не проник. Затем, что происходит по всему периметру школы, следят 144 камеры видеонаблюдения. Все они подключены к Центру оперативного управления. И данные поступают туда. Но если все же возникла угроза безопасности, есть тревожная кнопка, нажав на которую, можно автоматически связаться с полицией. Большую экскурсию по школе для нас согласилась провести педагог Гулим Нашанова. Несколько этажей одного крыла здания отвели для начальных классов. В целях безопасности с учениками старшего звена малыши пересекаться не будут. В кабинетах просторно и светло. Каждый рассчитан на 25 детей. Для них новые парты и стулья, высота которых регулируется персонально под каждого ребенка. Брат и сестра Даулет и Тамерис перешли во второй и четвертый класс. Документы их родные подали сразу, как узнали, что в селе появится новое учебное заведение. Знакомиться с местом, которое на долгие годы станет для них вторым домом, ребята пришли вместе с дедушкой. Такой школы мы во сне не видели. Честно скажу. Я сам учился в средней школе, в ауле. Каратальский называется средняя школа. В Кустанайской области учился. И там у нас была школа, ну одна этажная, маленький домик был. И мы там учились. Первый и третий класс мы вместе учились. Вот представляете себе. В нашей школе никогда такого не было. Таких классов не было. Мне прям в эту школу хочется приходить каждый раз. У каждого ребенка будет свой персональный шкафчик. И надо признать, места здесь достаточно для того, чтобы оставить ей сменную обувь и верхнюю одежду. Одним словом, все, чтобы никакие посторонние вещи не мешали учебному процессу. Если вдруг одолела жажда, на каждом этаже стоят питьевые фонтанчики. Отдельных слов заслуживает столовая. Помещение для трапезы разделили на два сектора. Для младших и старших классов. Кухня для приготовления завтраков и обедов оборудована всем необходимым. И даже больше. Вот здесь у нас, например, большие приборы для супа, вот, например. Для всяких. Харш, например. Ну это для варки, наверное. Да, для варки. Ну а вот это что такое? Это для куры гриль специально, чтобы дети не кушали там только каши. К ученикам с непростыми диагнозами в учебном заведении готовы. Для них сделали пандусы, лифт и специальные туалетные комнаты. Чтобы учеба была интересной, школу наполнили современным оборудованием. Здесь будет стем-лаборатория для получения практических навыков и кабинет робототехники. Мягкие диваны в зоне отдыха, чтобы перевести дух. И, конечно, библиотека. Много здесь стеллажей. Специально, вот видите, диванчики. Для чтения? Для чтения, да. А это что такие за... Это наши для новых комфортных школ новые книжки. Прямо, все здания прямо. Вот только что привезли. Обожаю новые книги, нет? Пахнут типографской краской. Для занятий физкультурой тут целых два спортивных зала. И кабинет хореографии для любителей танцевать. Жанна, мне к тебе понравилось. Я думаю, такие условия однозначно повысят интерес детей к учебе, к знаниям, к чему-то новому. А после уроков будут посещать кружки. В комфортной обстановке и настроение для свершения совсем другое. Школа рассчитана на 1200 учеников. Пока за парты сели около 700. Многие перешли сюда из Толобкерской средней школы, которая была рассчитана на 800 мест, а вмещала почти втрое больше. Учились в три смены. Там трудилась и уже знакомая нам Гулина Шанова. Но с появлением нового учебного заведения педагог решила сменить место работы. Там было тесно очень. Я своих детей возила в город. Они у меня учились в городе. Как только вот открылась новая школа, открывается, да, я своих детей перевела сюда. Почти что можно сказать здесь 50% сельских народ возили в город. Теперь они все перевели на этот школу. Они все рады. Мы все рады, конечно. Новые школы по современным стандартам начали строить с прошлого года. Такое поручение дал президент, чтобы разгрузить соседние учебные заведения и уйти от трехсменки. До 1 сентября по Казахстану должны были запустить 98 комфортных школ. На деле к началу учебного года открылись всего 16. В Акмолинской, Карагандинской, Алматинской и Жамбылской областях. А также в Астане и Алматы. К концу декабря в разных регионах страны должны сдать еще 148. Строительство 44 школ нового формата перенесли на следующий год. Из-за геологических проблем на участках и ненадежности некоторых подрядчиков, говорят в компании, ответственны за масштабный национальный проект. Мы спешим, но спешим качественно. Вот это нельзя забывать, чтобы не хотим. Завтра вот отвалилось что-то и сказали. Почему так? Поэтому технодзор находится постоянно на объекте. И он не даст добро, если этап построен некачественно. На возведение школ нового поколения из госказны выделили больше 2 триллионов тенге. И расходовать бюджетные деньги важно с умом. Немалая доля трат приходится на мебель и оборудование. У нас законодательно все закреплено, что должно быть отечественное производство в первую очередь. Мебель 100% у нас отечественное производство. А также остальная техника, оборудование у нас, согласно проекту СМИ, предусматривается до 80%, если не ошибаюсь. Чтобы поддержать этот климатический бизнес. За пару дней до начала учебного года, когда мы снимали этот репортаж, в школе наводили последний лоск к приему детей. Собирали мебель, намывали полы, выносили строительный мусор, не работали даже уборные. Мы решили наведаться туда сейчас, чтобы проверить, как она преобразилась спустя несколько недель. И хоть мелкие работы еще нужно закончить, не покидает ощущение, что именно школьники и педагоги вдохнули в это здание жизнь. Мария Горбунова, Жан-Досай Гожин и Мария Молдакулова. Программа «Аналитика». Редактор субтитров А.Семкин